В 88-й день рождения Дворец детского и юношеского творчества Выборгского района встречает достижениями своих обучающихся. Отличными результатами в международных, всероссийских и городских соревнованиях и конкурсах Дворец поздравляет музыкально-художественный отдел. Ребята из творческих коллективов «Романтика», «Свинг», «Камертон», «Дилижанс», «Оркестр русских народных инструментов», а также педагоги этих и других коллективов на протяжении года, участвуя в конкурсах и соревнованиях различного уровня, принесли в копилку Дворца призовые места. Самые значимые из них – фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах в рамках Международного культурного форума, Международный турнир по бальным танцам «Кубок Санкт-Петербурга-2015», Седьмой международный хоровой фестиваль-конкурс «Виват мальчишки», Международный конкурс-фестиваль инструментального и вокального творчества «Академия-2016», Международный конкурс «Праздник детства», Гран-при «Восходящая звезда» и многие-многие другие. В эколого-биологическом отделе на протяжении этого года также произошло много интересных событий. Экологическая экспедиция в Национальный парк «Зюраткуль» в Челябинскую область, где ребята из объединения «Естество-испытатель» познакомились с природными условиями, а также историей и культурой Южного Урала. Обучающиеся отдела в этом году стали победителями и призерами 16-й региональной научно-практической конференции школьников с международным участием «Балтийский регион вчера, сегодня, завтра». Международные 21-й биосолимпиады плакатов «Превратим наш Санкт-Петербург в цветущий сад» и Международного фестиваля творчества «Разноцветная планета», а также Международного и Межрегионального биосфорума и биосолимпиады и других значимых конкурсов всероссийского и регионального уровня. Обучающиеся отдела туризма, краеведения и спорта в течение всего года ходили в походы, совершали сплавы и восхождения, совершенствуя свое мастерство и силу духа, а также участвовали в туристических соревнованиях различного уровня. Летом ребята под руководством опытных педагогов совершили водный поход второй категории сложности по реке Колга и Белому морю в Северной Карелии, где преодолевали пороги третьей категории сложности, участвовали в гонках четырех и других туристических соревнованиях и походах. А ребята из коллектива «Акробатический рок-н-ролл» стали призерами городских соревнований Кубок Федерации по акробатическому рок-н-роллу. Ребята из отдела технического и художественного творчества также принесли в копилку дворца свои победы и достижения. Коллектив медиа-студии «Ветер», созданный в прошлом году, стал победителем на международном фестивале детского и юношеского киновидеотворчества «Петербургский экран». И ребята из объединения «Спортивное судомоделирование» также вновь приносят победу. Коллективы из-за студий постоянно участвуют во всевозможных выставках всех уровней и везде имеют успех. Международный конкурс рисунков «Я рисую Японию», региональный конкурс детского и юношеского художественного творчества Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Россия, мой дом, моя жизнь», региональный конкурс «Театр глазами детей», городская выставка «Союза художников» и многие другие. Ребята из объединения «Начальное техническое моделирование» традиционно побеждают в городской выставке технического творчества «Бумажная вселенная», а в апреле 2016 года несколько моделей были переданы в музей Ленфильма. Ребята, занимающиеся декоративно-прикладным творчеством в объединениях «Креативное рукоделие» и «Керамика», становились неоднократно победителями городских выставок, а детские коллекции одежды коллектива Захаровой Маргариты Анатольевны становились победителями городских конкурсов и выставок, таких как «Футболка превращается», «Мода стиль и творчество». Во дворце впервые прошли районные соревнования по робототехнике и первый конкурс по радиоэлектронике, посоревноваться в котором приехала команда из Москвы. Также ребята из объединения радиоэлектроника победили на фестивале технического творчества «Техностарт» в Зеркальном и во всех других мероприятиях, где принимали участие, они имели успех.